МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программы «Беседа с батюшкой» и ее ведущий диакон Евгений Фомин. И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святителя Николая Чудотворца на территории жилого комплекса «Новая Скандинавия» города Санкт-Петербург, кандидат в богословие, магистр теологии Иерей Александр Гинкель. Добрый вечер, батюшка! Благословите нас на начале. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воскресший Христос заблагословит нас своей милостью! Спасибо, Господи! Тема нашей сегодняшней беседы предваряет грядущее воскресенье, которое называется «Неделя о Самаре ныне». И на тему евангельского события, которое вспоминается в этот день, мы и будем сегодня общаться с нашим гостем. Дорогие телезрители, вы можете задавать свои вопросы не только по указанной теме, но и по интересующим вас темам нашему гостю, дозвонившись к нам в студию по телефону в Санкт-Петербурге, 812-677-62-44. Так, батюшка, для начала, наверное, есть смысл рассказать о том, кто такие самаряне были. Итак, предстоящее воскресное богослужение обозначено в церкви как «Неделя о Самаре ныне» и воспоминается встреча Господа с Самарянкой. И, отвечая на ваш вопрос, необходимо немножко коснуться экскурсов в историю. Дело в том, что Самария – это северная часть Палестины, которая исторически сложилась, что во времена Господа она составляла среднюю часть этой земли обетованной. На самом юге было Иудейское царство, над нею Самария, а еще севернее Галилея, которая омывалась Тивериадским озером. Но, если вернуться на полтысячелетия ранее, то Палестина нынешняя состояла из двух царств – израильского и иудейского. Так вот, раскол между этими царствами произошел за тысячу лет до Рождества Христова, после смерти царя Соломона. И в иудейском царстве осталось два колена – Иуды и Вениамина, а остальные десять колен составили царство Израильское со столицей как раз в городе Самарии. И вот долгое время Израильское царство, оно вело себя не совсем богочестиво. Если мы вспомним книги царств, то именно в Израильском царстве правил такой безбожный царь, как Ахав, со своей женой Елизавелью. Именно там проповедовал пророк Илья и боролся с культом Ваала, и после него пророк Елисей. И в конечном итоге это царство было побеждено ассирийцами в VII веке до Рождества Христова. Народ был пленен, а на его место ассирийцы заселили языческое население, которое, смешавшись уже с остатками израильтян, вот стало таким особым, обособленным народом от царства Иудейского, где существовали свои не только религиозные обычаи, отличие, но существовала такая вражда между этими двумя народами, которая была связана еще и с Иерусалимским храмом, а именно после возвращения иудеев из плена, да, кстати, нужно сказать, что иудейское царство тоже было разрушено в VI веке до Рождества Христова. Иерусалим был разрушен уже хаудеями, навуходоносором, но так как иудеи дольше хранили верность Богу, то поэтому на 150 лет дольше просуществовало вот иудейское царство и сам город Иерусалим. По возвращении из плена, вот, когда Зарававель решил отстроить новый храм, второй храм, то самаряне предложили свою помощь и участие вот в строительстве, но иудеи отвергли ее под тем предлогом, что самаряне, смешавшись с языческим населением, исказили чистоту вот веры в истинного Бога. И вот с того момента начинается вот такая вот межнациональная вражда. Относительно верований самарянских, да, они верили в единого Бога, но при этом верили и в других Богов. и Бога Израильского считали лишь одним из верховных Богов наряду с иными принесенными вот из Персии. У них было пятикнижие. Они почитали Тору, но все остальные книги и собственно само предание они отвергли. Ну и конечно самое последнее когда им отказали в участии в строительстве храма Иерусалимского они построили свой собственный на горе Горизим где и стали совершать свое собственное богослужение. Вот в этом смысле для иудеев самаряне представляли нечто подобное современным сектантам которых мы тоже представляем мы знаем например баптисты или адвентисты седьмого дня то есть такие сектанты которые тоже верят в Иисуса Христа которые тоже читают священное писание но по законам церкви они не живут они совершают свое собственное богослужение вот живут обособленно и для того чтобы нам понять вот психологию самарян мы можем очень хорошее сравнение как раз привести с нашими современными адвентистами или баптистами вот с такой женщиной Христос заговорил и произошло это удивительным образом и вот об этом собственно сейчас мы и поговорим получается Господь целенаправленно шел вот именно в эту самарийскую землю чтобы и там проповедовать Евангелие Царство относительно путешествий что нам нужно знать сам Господь Иисус Христос он называется Назареем но Назареем не в смысле тех древних Назареев которые давали обеты Назарейства нет более точнее сказать он называется Назарянином Назаритянином то есть жителем города Назарета который был находился в Галилее и вот каждый год на Пасху каждый богочестивый иудей должен был прибыть в святой город Иерусалим и для галилеян путь в Иерусалим лежал только через Самарию либо морем но те кто побогаче они могли морем проплыть а вот большинство путников которым собственно и Господь принадлежал не имеющих таких средств им приходилось путешествовать и поэтому очень часто ну неоднократно мы знаем о том что Господь посещал как минимум три Пасхи три путешествия в Иерусалим Батюшка я прошу прощения есть у нас телефонный звонок добрый вечер вы в эфире будьте добры представьтесь пожалуйста и задавайте свой вопрос нашему гостю добрый вечер Христос Воскресе я из деревни Ташкова из глухой Маргарита Свердовской области вот мы строим храм но у нас никак вот кому молиться батюшка посоветуйте нам обратите чтобы строительство ушло как-то а в честь кого храм Сретения Господня ну вот Божьей Матери молитесь она покровительница вашего храма ну а вот еще знаете что а можно обратиться вот мир ведь не без добрых людей чтобы помогли у нас бедная деревня не хватает средств может люди добрые и пошлют бы нам кто-нибудь копеечку какую ну будем надеяться я думаю телезрители услышали если кто-то сочтет возможным спасибо Господи за вопрос спасибо Господи Божьей ваш ответ так вот путешественники так или иначе проходили через самарянские города когда шли на юг и когда шли на север и один раз даже описан случай когда Христа не пустили в селение самарянское и тогда Иоанн Богослов предложил Господу не извести огонь с неба вот за это на жителей вот но Господь остановил вот его это было в в одной из путешествий но то чтение о котором мы сейчас будем говорить как раз как раз речь шла еще о первом или может быть втором путешествии Господа на Пасху в Иерусалим еще где-то в середине его служения и остановившись недалеко от города Сихем на месте где когда-то в древности жил пратье циаков со своим семейством выкопавший колодец вот существовавший уже несколько тысячелетий ко времени спасителя колодец долгое время вот многих путников поивший и вот возле этого колодца Христос останавливается а учеников отправляет купить продуктов но мы так понимаем из тех подробностей которые описывает Тренд Богослов что скорее всего он с ним присутствовал вот при этой беседе и поэтому он ее в таких подробностях и описал а другие же ученики ушли за покупками и вот в этот это был полдень вот в это время приходит женщина за водой сама сама эта женщина которую мы знаем из предания ее имя известно это Фатиния ставшая впоследствии мученицей вот здесь это не просто самарянка но это еще и не совсем богочестивая женщина и вот из разговора с нею это выясняется ну во первых то что она пришла за водой тогда когда никто не ходит за водой то есть обычно женщины приходили или утром или вечером во время солнцепека вот люди на востоке они на улицу не выходили но дабы вот как некоторые исследователи говорят дабы пересудов всяких избежать вот она именно в полдень пришла когда никто ее не видит вот пришла за водой а там Христос ну для нее там находится Иудей и вот этот Иудей просит у нее попить для нее это было так поразительно во первых то что Иудей обращается к самарянке а во вторых еще еще и к женщине женщина на востоке занимала совсем иное положение чем в современном мире собственно только христианство уравнивает женщину как существо единоправное с мужчиной перед лицом Бога вот все остальные все другие религии женщину ставили на второй а то и третий план вот по отношению ну в обществе скажем так и вот Христос вот этим своим обращением к ней он даже ее приводит удивление она ему говорит как это ты Иудей просишь у меня пить на что она отвечает если бы ты знала кто просит у тебя пить ты ты бы сама просила его пить и он дал бы тебе воду живую дальнейшая беседа Христа вот его дальнейшие вопросы это они все касаются пробуждения человеческой веры а ее ответы они вот относятся к такому вещественному Христос ей говорит о душе о воде живой как благодати как чем-то духовном она все сводит к материальному и я думаю чтобы нам вот получше увидеть этот контраст мы даже непосредственно можем несколько отрывков зачитать вот ну например первый о первом вопросе да мы уже сказали что если бы ты знала дар Божий и кто тебе говорит дай мне пить то ты сама просила бы у него и он дал бы тебе воду живую это я сейчас читаю четвертую главу Евангелия Трианна она ему отвечает господин тебе и почерпнуть нечем а колодец глубокий откуда у тебя вода живая неужели ты больше отца нашего Иакова который дал нам этот колодец и сам из него пил и дети его и скот его то есть она пока не понимает о чем ее спрашивает Христос она она думает что он то ли шутит то ли какими-то иллюзиями говорит вот но спаситель ее снова подвигает и отвечает всякий пьющий воду сию возжаждет опять а кто будет пить воду которую я дам ему тот не будет жаждать вовек но вода которую я дам ему сделается в нем источником воды текущей в жизнь вечную в евангелии от иоанна постоянно на протяжении многих глав вот приводится вот этот пример воды живой воды дающей вечную жизнь сам господь говорит благодать духа святого сравнивая ее вот с водой на самом деле для человека живущего на юге а тем более связанного как-то с пустынным местом с сильной жарой вода это поистине источник жизни даже обычная вода без без которой ну невозможно ни одного дня прожить и вот когда очень хочется пить то человек готов все что угодно за глоток воды отдать и спаситель специально приводит такую аналогию вот предлагая свое слово как эпитет воды пробуждающий и возрождающий жизнь в том кто хочет пить и кто эту воду пить начинает но самарянка снова не понимает его вот ей все кажется что речь идет об обычной воде вот вот она ему новый такой вопрос задает господин дай мне этой воды чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать вот то есть вот в человеке снова пробуждается вот это вот чувство да она понимает что то что он ей предлагает это что-то важное вот но пробуждается чувство потребительства она просит этой воды для того чтобы ей ничего не делать не ходить черпать но чтобы вот иметь эту некую воду на что спаситель ей задает встречный как бы вопрос вот пойди позови своего мужа и приходи сюда вот и вот для чего он это делает дело в том что вот чтобы нам понять о чем здесь идет речь нужно значит понимать смысл божественной благодати она подавая ну дух святой подавая ее человеку он просит нашего изменения вот невозможно принять благодать внутренне никак не изменившись оставаясь тем же кем мы были до этого вот дар божий божественная благодать святого духа она призвана уподоблять нас богу если человек не хочет уподобляться богу если он не хочет ничего с собой делать но при этом хочет иметь в себе духа святого это сделать невозможно и вот женщина и спрашивает Христа дай мне эту воду вот но чтобы я ее имела но сама ничего не делала при этом а он тогда я прошу прощения дорогие телезрители я напоминаю что вы можете задавать свои вопросы нашему гостю дозвонившись к нам в студию по телефону в Санкт-Петербурге 812 677 62 44 бачка ну вот в общем-то говоря о поведении самарянки мы вновь и вновь сталкиваемся с тем что и в принципе ожидая спасителя и иудеи также ждали в общем-то земных каких-то его таких дел земной славы ждали земного царя и тут мы сталкиваемся тоже с таким грубым материалистическим пониманием и такой можно сказать несколько глухотой к духовному абсолютно более того несколько раз когда господь совершив определенные чудеса когда его хотели провозгласить мессией он от этого сознательно отказывался он от этого уходил он запрещал ученикам говорит другим о том что он мессия именно по этой причине людям нужен был земной мессия который даст им поесть который решит все их насущные проблемы вот он сам об этом говорил когда он пятью хлебами накормил пять тысяч человек его на следующий день хотели провозгласить царем вот но когда он уклонился об этом и уже после начал говорить о том что я хлеб живой шедший с небес тот хлеб который вы ели он бессмыслен он дает только временную жизнь на какие-то несколько часов он продолжает вашу жизнь главное это хлеб небесный который дает жизнь вечную вот так же и с водой да женщина просит обычной воды пить а Христос говорит о воде которая вечность питает душу и вот он безусловно уходил он не хотел обозначать себя как мессия а вот перед этой женщиной он открылся и мы как раз об этом тоже сейчас скажем вот но прежде он просит у нее некоего некоей нравственной подготовки вот к этой воде он говорит пойди мужа приведи своего и вот тут она значит действительно понимая свой грех свою греховность она говорит что нет у меня нет мужа и он говорит правду ты сказала ибо пятерых ты имела мужей поэтому шестой который сейчас у тебя это тебе не муж вот она сама понимала что живя во грехе вот тут только до нее дошло что вот между живой водой и ей собственно лежит преграда вот этот грех вот на который указал ей Христос вот причем он сказав об этом вот о том что шестое это уже не муж тебе вот после этого она говорит господи я вижу что ты пророк вот и переходит на другую тему на тему религиозного почитания понимая вот только тут она поняла что перед ней не обычный человек не просто паломник в святой город вот но тот кто знает помышления ее сердца и вот тогда она спрашивает как раз вопрос о храмах значит вы иудеи говорите что нужно кланяться в Иерусалиме а отцы наши кланяются на этой горе на горе горизин где построен храм и вот здесь спаситель отвечает и удивительные слова да я их даже сейчас зачитаю поверь мне что наступает время когда и не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу то есть вот эти слова поистине пророческие ибо действительно прошло несколько десятилетий когда Иерусалимский храм был разрушен и поклоняться там уже стало невозможно вот наступает это время да и дальше все таки он отвечает на ее вопрос вы не знаете чему кланяетесь то есть да ваша он не говорит что вы там богохульники еретики отступники вот нет он просто говорит что вы не знаете чему кланяетесь ваше богопочитание оно несовершенно вот а мы знаем чему кланяемся ибо спасение от иудеев спасение как вечная жизнь которую он сам приносит ибо он сам был иудеем и все таки законы пророки и истинное богослужение было там в Иерусалимском храме более того по закону совершать богослужение приносить жертвоприношение для ветхом завете можно было только в одном месте только в храме иудейском вот еще одна причина по которой иудеи не сообщали с самарянами когда те построили себе храм они считали боготступниками вот и дальше господь продолжает но настанет время и настало уже когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине ибо таких поклонников отец ищет себе вот уже в самой беседе с самарянкой спаситель отвергает принцип богоизбранничества принцип того что спасение возможно только одним иудеем вот но этот принцип был настолько глубоко в сознании вот народа того времени что до чего он доходил мы знаем из множества примеров когда Христа хулили вот за то что он общается не с иудеями более того на первой же его проповеди вот за такие слова его хотели убить а именно когда он только достиг совершеннолетия в городе Назарете придя в свою родную синагогу он по обычаю стал читать из книги пророка Исаии но только теперь он имел право еще и толковать эту книгу и вот начав толковать все изумлялись тому что слышали вот и даже спрашивали ведь мы его знаем не Иосифа ли это сын и не его ли братья и сестры между нами вот и тогда Господь привел вот два примера которые читаются в памяти о пророке Ильи и Елисеи много было вдов в Израиле но Илья был послан к Дове в Тарепту Сидонскую то есть к язычнице и много было пораженных в Израиле но Елисей исцелил Неймана Сиренина тоже язычника вот и за это то есть он им показал на двух примерах очень реальных из Ветхого Завета о том что Бог это Бог всех а не только вас одних вот за это они хотели его сбросить со скорой но он пройдя между ними удалился так вот отец ищет себе поклонников не мы сами выбираем вот но Бог нас выбирает и об этом Спаситель также говорил что не вы меня избрали а я вас избрал это созвучно еще с отрывком евангельским который читается в память святителей о том что и других другие есть овцы и тех мне предстоит привезти и будет едино стадо и един пастырь да да безусловно вот сама эта тема она постоянно в Евангелии сквозит даже вот пронизывает всю Евангелие что апостол Павел он вообще просто объявляет что нет ни удея ни эллина ни варвара ни скифа ни раба ни свободного но всяческая во всем Христос не мужеский пол не женский вот христианство универсальная религия то есть возможная для всех и более того получив печать дара Духа Святого каждый христианин объявляется царственным священством об этом и Петр уже говорит вот мы уравниваемся в правах перед Богом мы каждый можем приносить ему в жертву свою молитву вот хотя до этого вот совершать жертвоприношение и молиться за других имели право только ветхозаветные священники сейчас нам многого не понять мы привыкли жить в христианстве мы родились в нем и для нас многое естественным кажется вот естественно молиться Богу естественно прийти в храм поставить свечку вот ну да прошу прощения есть звонок у нас добрый вечер вы в эфире будьте добры представьтесь пожалуйста и задавайте свой вопрос здравствуйте я бы вот хотела такой личный вопрос по поводу пояса Богородицы когда-то привозили вот в Питер пояс Богородицы вот с тех пор я ношу этот сделала такой вот из ленточки как бы футлярчик и вот я иногда стираю когда загрязняется нужно ли правильно я делаю или нет и вот моя мама покойная носила всегда и этот пояс мы ей ну там наверное морги привязали или с собой положили сколько вообще правильно я это делаю нужно ли его носить и вообще от этого какая польза да понятен вопрос спасибо Господи какая польза от святыни от крестика который мы носим или иконочки вот святыня она освещает того кто к ней прикасается поэтому великая польза для души нашей вот носить на сердце своем святыне но самое главное мы должны понимать что самое главное святыня это крестик наш нательный крестик который мы всегда носим у сердца но не запрещается по желанию носить что-то еще дополнительное либо образ того или иного святого почитаемого нами либо вот какую-то другую святыню некоторые раньше носили частицы мощей даже вот поэтому в данном случае это благочестивая традиция которая вот с одной стороны она не предписана обязательно для всех но по желанию вполне это допустимо и благочестиво поэтому не смущайтесь ничем а если вы почитаете вот эту святынку то продолжайте это делать тут наверное батюшка главное не придавать магического значения этому предмету что вот сам предмет что-то делает да конечно благодать духа святого освящает нас и обвешаться святынями если в сердце не будет Христа ничего как бы ничего не поможет вот да вот вернемся к нашему разговору как я уже сказал мы сейчас привыкли к такой скажем так легкости богослужебной жизни когда мы вот придя в храм многое можем делать в древности нет так это было невозможно люди обычные даже в храм войти не могли они приходили в притвор отдавали священнику свою жертву и священник уже шел в храм и совершал за них жертвоприношение за них высылал свои молитвы и там в каких-то определенных случаях выносил им часть этой жертвы чтобы они могли вкусить причаститься и осветиться вот этой святыней очень многое конечно осталось вот было перенято в современном богослужении вот из ветхого завета но эта тема отдельная очень пространная и поэтому надо понимать другое вот то что когда во время Христа вот священники левиты о которых часто упоминается это было особое такое сословие вот намного выше стоявшее над обычными людьми и только в христианстве когда Христос будучи первосвященником по чину мелких и дека приносит себя в жертву за весь род вот это посредничество между Богом и людьми которые представляли священники оно упраздняется ибо как говорит апостол Павел един посредник между Богом и человеком это Иисус Христос вот и благодаря ему мы мы снова примиренные с Богом и мы снова можем спокойно восслать возносить свои молитвы Господу именно об этом пророчески говорит Христос вот в беседе самарянкой вот более того вот он добавляет Бог есть дух и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине вот собственно то это то о чем мы сейчас говорили то есть истинное поклонение прежде всего должно из сердца происходить а не какой-то внешний обряд это напоминание всем нам чтобы мы не забывали о том что обряд не имеет спасительной силы вот как вы сказали магической силы вот если в сердце христианина нет веры веры в Бога иначе все действительно сводится только к одному магизму но в истории церкви и даже нашей русской церкви были периоды связаны вот как раз с таким неправильным пониманием обряда когда в 17 веке многие люди готовы были умереть только за то что чтобы креститься не тремя перстами а двумя вот ну и так далее вот за какие-то обрядовые мелочи о которых здесь Христос говорит отвергая их что главное это поклоняться Богу в духе и в истине да вот и после этого уже женщина последняя о чем спрашивают знаю что придет Мессия когда он придет то вознестит нам все а Иисус говорит ей это я который говорю с тобою вот на этом их беседа заканчивается но это удивительно здесь впервые Иисус себя объявляет Христом и делает это перед вот этой женщиной но которой уже коснулась благодать и которая правильно его поймет она правильно и поняла она побежала в свое селение вот рассказать всем о том что пойдите посмотрите какого удивительного человека я встретила возможно что это Христос о котором нам возвещено было в пяти книжах неоднократно сам Моисей говорит перед своей кончиной что Бог возвихнет вам пророка большего меня его слушайтесь и вот жители идут к Господу а в это время ученики пришли удивились как это он беседует с Самарянкой вот и ученики предлагают ему еду вот поешь а он говорит я не хочу есть вот и вот даже более точнее значит у меня есть пища которой вы не знаете вот они недоумевают неужели кто-то ему уже принес поесть вот а действительно и тогда он добавляет моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его вот возведите очи ваши посмотрите на нивы как они побелели и поспели к жатве жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную он и дальше продолжает как раз об этой жатве говорить объясняю ученикам о том что слово божие есть поистине пища иного характера и как он самарянку от плотского своей беседой возвел к духовному вот так он и учеников от плотской пищи возводит к чему-то большему действительно каждый христианин вот который живет духовной жизнью понимает смысл и значение этих слов о том что благодать она дает нам пищу нового характера она питает нашу душу и заставляет забывать о земном простой пример приведу когда мы постимся перед причастием вот мы уже не замечаем того что мы голодны вот мы даже не думаем о еде для многих людей живущих в миру само понимание того что выйти из дома не поевшие особенно детей не покормить да как это это быть невозможно вот когда мы постимся да мы уже вот ограничивая себя в чем-то в мясном там в скоромном мы не думаем об этом для нас пища уже не имеет никакого вот давляющего значения но для человека не знающего к благодати вот для него невозможно отказаться от того что ему хочется и на самом деле вот пост если мы говорим о посте как о духовной дисциплине он возможен по-настоящему только благодаря силе божией вот без без молитвы и вне молитвы пост сводится к постоянному болению с желудком когда мы постоянно думаем о еде вот когда нам постоянно хочется что-то съесть так вот это неправильный пост чтобы нам не хотелось что-нибудь съесть нужно думать о другом нужно думать о пище небесной нужно питать себя словом божиим молитвой богослужением и тогда вот потребность в физической еде она отпадет сама собою можно поражаться только тому как что Иисус Христос 40 дней и 40 ночей ничего не ел не пил для нашего сознания это невозможно это превыше физиологических сил но это реально реально в малом в том что мы конечно не не можем подражать так же в этом Христу но мы можем подражать Ему по мере каждой по мере своих сил чем-то малом постоянно потихоньку преодолевая свою падшую природу и вот когда настанет момент и наша природа останется здесь на земле то когда душа вот отделится от тела то именно вода живая и хлеб небесный вот благодать духа святого и слово божие священные слова священного писания да это то что останется у нас и будет питать нашу душу это намного важнее да чем-то вода или тот хлеб земной который он тоже необходим нам но он дает нам всего лишь пожить на несколько часов и очень важно господь не призывает нас отказаться от земного он определяет приоритеты о том что важнее вот он остановился он хотел пить он попросил воды но беседа стала важнее для него чем вода и когда он видит людей самарян спускающихся к колодцу то беседа с ними проповедь о отце для него важнее чем вот тот хлеб который принесли ему ученики вот так и в нашей жизни должно быть вот мы должны для себя определить приоритеты Бог на первом месте а все остальное уже на втором и только тогда наша душа обретет для нас ценность мы только тогда будем о ней вспоминать вот когда будем знать что душа тоже имеет потребность вот как в пище так и в питье и поэтому святые отцы и говорят что значит питье для души это молитва вот а пища это добрые дела спасибо господи батюшка к сожалению неумолимо подходит к концу время нашего эфира дорогие телезрители я напомню что у нас сегодня в гостях настоятель храма в честь святителя Николая Чудотворца на территории жилого комплекса новая скандинавия города Санкт-Петербург кандидат богословия магистр теологии Ирей Александр Гинкель мы говорили о предстоящем в ближайшее воскресенье евангельском вспоминаемом нами евангельском событии встрече самарянки со спасителем спасибо господи батюшка благословите нас и наших телезрителей господь Иисус Христос воскресивший из мертвых всех кто за ним последовал да богословит и нас своим великим воскресением Христос воскресе воистину воскресе всего доброго дорогие телезрители Иисус Христос